Друзья, всем привет! Приветствую вас на своём канале. Меня зовут Любомир Борода. И сегодня поговорим с вами о темлячках. Тема темляков всегда актуальна. По темлячкам вы всё время задаёте вопросы. И сегодняшний ролик будет посвящён темлякам самым простым, которые можно сделать из отреза паракорда полметра и меньше. Я сейчас специально взял маленький отрез паракорда. Тут у меня полметра, 50 сантиметров. И покажу, как можно сделать самые-самые простейшие темляки, и в то же время которые будут удобными и стильными на ваших ножичках или каких-либо инструментах, таких, например, как фонарик или ещё какая-нибудь штука. Собственно, для чего нужен темляк? Ну, для красоты. Прикольно, когда на вашем ножичке болтается какая-нибудь маленькая штучка. Для того, чтобы повесить темлячную бусину, это тоже как бы модно. Есть люди, которые коллекционируют эти бусины, либо бусина, которая отражает их мировоззрение или какое-либо увлечение. У вас появилась темлячная бусина, вы хотите прибомбить её на нож, соответственно, вы сделали небольшой темлячок и украсили тем самым свой ножик. Функциональные характеристики темляков. Во-первых, с помощью темляка, как многие говорят, удобнее удержать ручку ножа в руке, когда вы дополнительно зажали темляк вместе с рукояткой. Кто-то с помощью темляка достаёт нож из кармана. Он висит наружу, вы взяли за темлячок, дёрнули, и, соответственно, нож у вас уже в руке. Темляки бывают длинные, короткие, всякие сложные, простые, разноцветные, и, собственно, как говорится, на вкус и цвет. Но мы, собственно, будем делать самые-самые простые. Сразу хочется рассмотреть ещё один вопрос, с которым по-любому все сталкиваются, это как продеть темляк в отверстие для ножа. И, опять же, я специально взял сейчас три разных ножа. А, смотрите, на этом ноже у меня нет вообще отверстия для темляка. Но, если у вас есть темляк, собственно, и вам очень хочется, чтобы нож был с темляком, то, в принципе, темляк можно повесить за вот эту клипсу. То есть, когда у вас темляк уже готов, вы берёте петелечку и просто одеваете на клипсу, и он у вас здесь болтается. Когда вы одеваете клипсу, цепляете клипсу на карман, соответственно, сверху у вас вот так вот, сверху кармана, поверх клипсы висит темляк. Достать также нож можно легко, плюс, получается, вы можете его снимать, вешать там какой-то другой нож. Но это такой вариант. Потом, ну, например, здесь на кершике у меня большое отверстие, и продеть сюда любой темляк, давайте просто завяжу узел, чтобы это у нас был как будто бы темляк, да, не составит труда. Вот таким образом. То есть, мы берём петельку и просто продеваем её сюда. И всё, и темляк у нас здесь висит. И, соответственно, на такие ножи с большими отверстиями вы можете заказать темляку мастером, просто сказать ему размер петли, какая вам нужна. Вот, он вам делает петлю, вы её легко сюда вставляете. Нож вот с таким отверстием. Тут уже сложнее, да, у вас всё-таки паракорд в два раза, который надо каким-то образом засунуть сюда. Эти проблемы я решаю так. Я беру капроновую нить, либо микрокорд, просто продеваю за петелечку. Это, опять же, это я всё говорю в случае, если у вас готовый темляк, или вам сделал какой-то мастер под ваш нож. Тут мы просто берём, цепляем микрокордом вашу петелечку и продеваем её сюда. А потом просто небольшое усилие, или большое усилие, в зависимости от вашего отверстия. Вот, видите, я его проделал. Мы же сейчас рассмотрим именно те варианты, когда нож у нас в руках, мы мастера никакого не просим, у нас есть небольшой кусочек паракорда, и мы хотим зацепить его на свой ножик. Соответственно, мы продеваем сразу через отверстие, находим серединочку, делим пополам, то есть два кончика вместе, продели. Вот. И сейчас покажу самый-самый-самый простейший темляк, какой только можно сделать. Вяжем такого плана узел. Раз. В обратном порядке делаем тоже петелечку, также поджимаем рукой. Два. Теперь здесь, снизу, заводим сюда в ушко. Этот же хвостик заводим в ушко сверху вниз. Теперь также по кругу этот хвостик заводим тоже сверху вниз. И этот хвостик также по кругу снизу вверх заводим сюда. Чуть-чуть подтягиваем. И делаем еще один такой же оборот. Здесь снизу вверх, еще раз проходим. И этот сверху вниз сюда в отверстие. Кому непонятно, вы всегда можете поставить на паузу, отмотать, просмотреть, и все легко. И потихонечку вот так вот стягиваем. Стягиваем и затягиваем, так сказать. В итоге получается такой вот симпатичный узелок, который вы можете сделать как на самом конце. Например, как здесь где-то посерединке оставить хвостики. Либо его сделать где-то здесь. Либо сделать два таких узла. То есть отрез 50 см легко позволяет парочку таких узелков навязать. Если у вас, опять же, есть бусина, вы можете сначала одеть бусину, потом повязать такой узел. Следующий вариант. Вариант практически такой же, как был. Вот давайте сейчас как раз оденем сюда бусину. Например, вот так, да? И делаем то же самое. Как в первый раз. Все точно так же. Также здесь заходим снизу вверх. Также тут заходим сверху вниз. Тут то же самое. И тут то же самое. Единственное отличие от первого узла. Там мы делали еще один оборот, а тут мы не делаем. То есть там мы крутили три раза, здесь мы крутим два раза. И так же его затягиваем. Можно вот поближе к бусине. Но опять же, выбираем размер, расстояние от ножа сами. И вот ваша бусинка. Опять же, хвост можете обрезать, можете оставить. А можете взять и навязать еще один такой узел. А теперь давайте рассмотрим вариант, когда нам не хочется, чтобы у нас просто болтался паракорд, да еще и длинный. А кусочек вот этих вот 50 сантиметров сохранить хочется. Тогда мы можем немножечко поплести. Делаем вот так. Надеюсь, тут все понятно. И заводим его вот сюда. Получается у нас вот такая красивая штука. Дальше делаем то же самое. Опять берем этот хвостик. Проходим сверху, заходим вниз, петелечку. Тут вот держим аккуратненько. И этот хвост перекидываем и заводим сюда. Тоже аккуратненько затягиваем. Вот видите, какая красота получается. И так до самого конца можно проплести. А можно взять теперь и сделать здесь красивый узелочек, например, бриллиантовый. Подробно о том, как плести бриллиантовый узел, я вам даю ссылочку, чтобы не повторяться. А здесь просто покажу, как это будет выглядеть на темляке. Просто с таким маленьким кусочком, как у меня сейчас, инструкцию по плетению бриллиантового узла, не очень удобно будет сделать. А по ссылочке перейдете, посмотрите. Там все очень доступно. И все пишут хорошие отзывы, то, что очень понятно, все очень легко и у всех получается. Вот проплели, и теперь у нас, видите, вот такой вот красивый темлячок. Либо мы можем также одеть нашу, например, бусину темлячную. И продолжить плетение таким же образом, как мы плели здесь. Вот, я вам просто показываю варианты. Миксовать можно по-разному. Просто вот несколько узелочков, которые сделают из обычной вот куска паракорда изящную такую красоту, которая по-любому будет уже прикольно смотреться на вашем ноже, украшать его. Паракорд бывает разных цветов. Темлячных бусин сейчас каких только нет. Можно же делать и на заказ просить ювелиров, и покупать какие-то дорогие бусины, либо наоборот простые. Плюс есть титановые бусины, люди очень любят. Классно переливаются такие всякие разные. Вот, потом еще есть такие огневые кресала, да, брусочки. Специально прям они идут, бывают такие с двумя дырочками, вот, небольшие. Их можно опять же сюда подцепить, вплести, и получается, что у вас будет еще и дополнительное средство для разведения огня костра сразу на ноже. Вот, видите вариант? Темлячную бусину поставили, проплели до конца, сколько хватило у нас возможности. И такой вот темляк получился. Вот, тот же самый узел, который делали в самом начале, делаем здесь сразу за бусиной. Вот наш узелочек, вот наша бусинка, а здесь осталось место. Вот, можно оставлять, можно завязать узел таким образом, чтобы подбить ближе к бусине, тогда у вас здесь останется больше хвостики. Либо вот эту всю штуку можно перегнать сюда под бусину. Делается тоже очень просто. Вы немножко, смотрите, расслабляете, забираете узел и тянете его к бусине. Вот, один перетянули. Берем второй узел, опять же, аккуратно. Сразу за две цепляем и сюда. Расслабили, зацепили за узел и потихонечку тянем его сюда. Оп. Вот. Вот получился у нас еще вариант темляка. Так же можно забрать до конца все четыре. Можно забрать вот так вот три. Одну оставить здесь, чтобы более-менее как-то посимпатичнее выглядело. Либо его, наоборот, подбить ближе к ножу. Так. Либо увести тоже назад к остальным, к его, так сказать, братьям, узелкам. И тогда будет выглядеть у нас вот так. Ну и раз уж я упомяну о кресале, вот эта штука, про которую я говорил. Вот такой вот брусочек, видите, он с отверстиями. Просто одеваем его сюда. Вот так вот это дело выглядит. Ну и здесь, соответственно, можете сделать, опять же, узел и продолжить плетение. Например, вот так. Так же, как мы и делали вот эти все стежки. Один раз. И давайте второй раз пройдем. Вот, пожалуйста, вам темлячок. Ну что ж, друзья, на этом все. С вами был Любомир Борода. Надеюсь, видео было для вас полезным. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, пишите пожелания, если хотите, чтобы я сделал какой-то очередной урок. Вот. Собственно, приглашайте друзей. Если есть возможность, то делайте репосты данного видео, потому что все это для меня очень-очень важно и нужно. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok